ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Судя по всему, в верхах скоро снова разгорится дискуссия о том, снижать или не снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км в час. Как заявил один из депутатов Госдумы, надо этот вопрос урегулировать, так как пандемия скоро закончится, все, кто может выехать на дороги, выедут и проблемы вернутся. Кстати, не исключено принятие компромиссного варианта. Порог уменьшат только в городах, а за их пределами все останется как прежде. ТРАССА СТО ОДИН Датсун уходит из России. Об этом заявили в компании Ниссан, которой принадлежит маркам. Официальной причиной называется обновление модельного ряда, но, скорее всего, все дело в низком спросе на седан ОНДО и хэтчбэк МИДО, которые появились на нашем рынке 6 лет назад. Машины стоят сейчас минимум 436 тысяч и 459 тысяч рублей соответственно. На протяжении последних лет утверждалось, что вот-вот у нас появится еще и кроссовер Датсун, но этого не произошло. ТРАССА СТО ОДИН В апреле и в мае в нашей стране резко подскочил спрос на дома на колесах. По данным агентства «Автостат», рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 40%. Специалисты объясняют это тем, что многие россияне поняли, что в ближайшее время им не светит отдых за границей, поэтому они решили поколесить по просторам нашей необъятной родины. Обходится «Кэмпер» нашим соотечественникам в среднем в 700 с небольшим тысяч рублей. Чаще всего такой транспорт приобретают жители Москвы и Питера. ТРАССА СТО ОДИН Новые пикапы в России по-прежнему большим спросом не пользуются. В апреле было продано всего несколько сот таких автомобилей. Самым популярным стал «Тойота Хайлюкс», который стоит сейчас минимум почти 3 миллиона рублей. На втором месте УАЗ-пикап с начальным ценником 840 тысяч. Бронза у «Митсубиши Л-200». За него придется выложить минимум 2 с лишним миллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН Жительнице Москвы дали 50 тысяч рублей штрафа за то, что она посадила за руль каршеринговой машины своего 9-летнего сына. По словам женщины, мальчик сам ее об этом попросил. При этом на заднем сидении автомобиля находился еще один несовершеннолетний. Мадам, судя по всему, та еще водительница. Раньше ее лишали прав за пьянку. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова